нет ребята сейчас я расскажу вам что мне приснилось это просто здесь я все подробностях расскажу сейчас записывать очень надеюсь вам не мешает музыка понятно что сон не забывается сразу вчера я как бы практически ничего не пил только купил яблочный сидр там было 4, сколько это процентов алкоголя маленькая такая баночка с томатным соком его пил на улице и курил обычные сигареты ну тройку как обычно вчера еще я принял вот эти нейролептик выписанный жадным госврачом давно еще хлоропротексент две таблетки по моему я принял вчера в обед где-то или в первой половине дня потому что от них у меня я уже говорил по бочкам если на ночь их надо на ночь по идее принимать у точнее не на ночь а вообще да на ночь но там каждый по-своему говорит кто говорит утром одну вечером одну кто говорит ночью на ночь принимать но на вопрос что делать с синдромом беспокойных ног который даже в википедии написано что от он усиливается от нейролептиков от антидепрессантов обратного захвата серотонина именно вот обратного захвата серотонина то есть практически от всех антидепрессантов а часы вообще что не про то начал говорить да давайте я буду говорить просто чем получится я только проснулся разделы потише музыку до вам будет мешать и у в и в и и и в и и Ладно, у меня просто клатура не работает Я не знаю Давайте любви по включим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, короче Я принял две вот эти таблетки Вы можете почитать в Википедии Синдром антидепрессанты Обратного захвата серотонина И еще ввести синдром беспокойных ног Или как-то вот так И там будет вот это Написано, что они вызывают Усиление синдрома беспокойных ног ночью Сначала вы узнаете, что такое синдром беспокойных ног Просто там немножко написано об этом В западном, кстати В западном мире это известно было еще Ну, примерно 30-50 лет назад Открыли Это даже в сериалах Вы можете ввести Синдром беспокойных ног Там даже в сериалах популярных Об этом Говорится А у нас только недавно это открыли Именно за счет частных клиник Которые хотят на этом нажиться Просто чисто капиталистическая тема Взяла это в оборот А так об этом вообще молчали Ничего об этом не хотели знать И до сих пор никто об этом не знает Фактически Только Ну, я не знаю Никто об этом не знает Есть и ролики на ютубе В России Русскоязычные Совсем немножко Там вообще написано конкретно Как мучаются люди Кофеин тоже усиливает Но если на ночь пить мясо На ночь не пью Кофе И, короче, я от этого хлорпротексена Уснул Днем Пришла бабушка По-моему, это было позавчера Или вчера Вчера Что-то Вчера Блин, я что-то Потерял Что-то время Наверное, это потому, что меня избили Голову отбили или что Таблетки я не принимаю Вот только хлорпротексен Принял Две таблетки По 15 миллиграмм И это заставило меня уснуть просто От нем Синдром беспокойных ног Не так сильно проявлялся Точнее, вообще Не проявлялся Практически По моим меркам Личным То есть у меня Когда я сидел за компом Нога Нога Дергалась Понятно Но Эта фигня Проявляется ночью Кричу, ладно Хватит Синдром Вы сами можете это изучить Просто Почитав Википедии Там Лениво Составили Статью Западная Статья В раза В два В три Больше Я на нас Говорю Странный Мир Эта песня Я, кстати, вот эту И многие его песни знаю Наизусть Но Забывается Постепенно Короче, это Вчера я вот только сидр выпил А еще я расскажу Такую историю Которая вышла на улицу Вот смотрите Я вышел на улицу Ну Редко выхожу Зимой сейчас Когда меня уволили И я уже наткнулся На быдло Ну Я буду говорить Буду говорить Грубо И Прямолинейно Как я могу Точнее Я не могу прямолинейно Нормально говорить Ну То есть Смотрите Я пошел Подхожу к ларьку Чтобы купить сигареты Ну Понятно Что я Быдло Что я Клю Я Простой человек Нормальный Человек Короче Быть Быдлом Это нормально Мне кажется То есть Я по сути Я являюсь Простым Быдлом Кто Который Платит Налоги И Ничего Не может Изменить Только Я не голосую Конечно За Сами знаете Кого Я Критически Отношусь Короче Похер Я Нишу Что Короче Это Я Ничего Больше Не рисую Давно И Возможно У меня Сейчас Здесь Шевелюра Такая Охренительная Вот Интересно Да С запада Пошла Мода На Прическа Как 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 Кактус А Еще Сколько Лет Назад Над Этим Меня Издевались Там Типа Надо Мною А Сейчас Ходят Прям С прическами Прям Такими Это Просто Поразительно Насколько Здесь Действительно Пуританское Общество Но С другой Стороны Это Хорошо В Чем То В Чем То Это Плохо Потому Что Ну Как Б Просто У Меня Моз Как То Стран Я Всегда Попадаю В Неудачной Ситуации Меня Вот Все Неудачи Которые Могут Постигнуть Человек В Пуританском Обществе Они Меня Преследуют То Я Абсолютно Гетеронормативен Но При этом Меня Избили Обокрали Причем Ни за Что Причем За То Я им Добро Делал Эти Гомофобы Ну То Я Просто Как Со Всеми Людьми С Ними Как Из Из Украины Который Мне Написал Че То Я Толерантно Общался По Вежливо Как С Кем Угодно Как С Бомжом Я Поделился Я Со Всеми Делюсь Там С Секретами И Они Меня Избили Причем Лишили Слуха На 20% И Еще Там Мочка Уха Короче Там В Я Знаю Может Я Терял Сознание Не Помню Надо Было Спросить У них Терял Я Сознание Или Нет У Этого Который Снимал Просто Видео Он Может Подредактировать И Выложить Когда Нибудь Да Виктор Там Я Буду Выглядеть Конечно Живу Низительно Потому Что Я Первый Типа Там Начнет Снимать С Того Мента Когда Я Первый Напал Они Так Подстроили Ловко Ну Меня Развесить Обмануть Легко Блин Тут Такие Жуткие Картины Типа Вот Таких Я Объясню Смысл Картины Под Куполом Верху Под Куполом Мы Все Планеты Это Просто Я Хотел Для Обывателя Чтоб Он Понял Что Это Космос На Самом Деле Вот Этого Всего Нет Там Это Платформа Где Живут Эти Элиты Это Она Просто Как бы Товары Поднимает Вверх Вниз В том Числе Живой Товар Наверху Изобразил Пирамиду Звезду С глазом Внутри И глазом Наверху То есть Пирамида С глазом Но Я Усложнил Добавил Я Короче Давно Этим Занимаюсь Я Не Выкладываю Это Я Рисовал Это Еще Давно В Программе Простой Еще Еще Год Назад У меня Возникли Мысли Насчет Черного Квадрата Малеевича Дальше Пошло Пошло Я Пришел К выводам Некоторым Которые Я Поделился С Обществом На Стримах Хочешь Сон Давай Расскажи Давайте Расскажу Я Буду Просто Сценами Рассказывать Я Не Буду Рассказывать И Пытаться Его Осмыслить Хотя Его Можно Осмыслить Можно Осмысленном Попытаться Рассказать А Можно Сценами Отдельными Фрагментами Рассказывать Если Осмысленно То Там Две Основные Сюжетные Линии Точнее Они Точнее Три Даже Как Сказать Две Основные Но Это Сложно Он Очень Абстрактный Размыт Там Они Перетекают Переходят Две Основные Линии Первая Это Работа Моего Отца Где Толпа Вояк Стоит Типа Ну Грубо Говоря Утром И Начальник Самый Главный Материт Их Там Дрессирует И Он Еще Там Короче Этот Начальник В этом Моем Сне Он Полностью Вообще Полный Беспредел Устраивал Он Короче Не только Материл Их Унижал Он Кстати Женщин Тоже Унижал Там На работе Рассказывал Мой Он Фат Шеймил Фат Шеймил Короче Короче Он Может Сказать Всех Унижал Вот Интересно Он Не Сказать Что Он Только Мужчин Презирал А Он Всех В том Числе Женщин Даже И Также Он Был Этим Эта Система Является Психофобной Отец Рассказал Что Одна Женщина И Кто-то Подслушал Слышал Обнаружил Что Она Разговаривает Сама С собой Ее Сразу Уволили Вчерашним Днем Представь Потом Рассказал Что Начальник Устроил Сына Или Кого Там Ну Сына Да По-моему Не Главный Начальник По-моему А Какой-то Из Ну Ты Знаешь Систем Это Пирамида То Есть А в Аду Там Есть Главные Есть Поменьше Бесы Демоны Звания Все Ну И он Короче Какой-то Из этих Вот Демонов Начальников Там Ну Не Самый Главный Короче Устроил Сына И тот Просыпал Что-то Распиздяем И тот При всех Короче Его по щеке Вот так Ударил И Че-то Уволил Вроде Не Помню Или Че Но Он Просто Сильно Очень Сильно Распиздяничал Если Бо Меня Устроил Вот Был Бо У меня Допустим Отец Начальником Или Мама Меня Устроила Я Бо Просто Меня бы не уволили Вообще Я бы работал Постоянно До самой смерти Потому что У меня нет Такого порога Распиздяйства У меня просто Есть проблемы С То есть У меня есть Распиздяйство Но Не настолько Как у того Чела Который Устроил Начальник И Прилюдно Ему даже По щечину Дал И Вообще Жесть То есть Я бы работал Спокойно И Ну то есть Как спокойно Выполнял бы Хорошо Работу Как вот Я не знаю Работа дворником Доказала Лично для меня Жаль что я не купил Я хотел купить Но я не купил Экшн камеру Которая снимает По многу часов Так бы я запечатлел Как она меня Накинулся Этот охранник Как он меня Оскорблял Я бы мог Это в полицию Отнести Но они бы Хотя это Видеодоказательство Но они бы Посмеялись Блин Они бы не стали Заводить на него Административку Ну что там Он заплатил бы 500 рублей Хотя это было бы Это Хорошо было бы С той точки зрения Что это прекратило бы То есть Другие люди Они Обычно Чистят друг другу Рожи Поочередно А давайте я расскажу Как я столкнулся С быдлоном Я пошел купить сигареты Да Ну я сам быдлан Я не помню Выпил ли я уже Сидор или нет Я пил томатный сок еще Который был Видимо полностью Сделан из Из этого Томатного пюре Ну томатного Знаешь В банках продается Просто воду туда добавили И короче Подхожу к ларьку Я бы мог купить себе Минеральную воду Из Синтуки 17 Но У меня бы не хватило Наверное денег Или что А там короче Какой-то здоровый Такой Мужик И он короче И так разговаривал Как знаешь В 90 Из 90 И он Короче Там В лаке Был Чел И продавщица Чел Который Видимо Там Владеет Этим ларьком Он выглядел Как бы Ну бородатый Был И с длинными волосами А тот Бедлант Чисто из 90 И он Короче так Знаешь С Разговаривал С ними Как победитель Доминирующий Только Он Как бы Ну я не буду Говорить Что он не может Против системы Ничего сделать Он может Только против Мелкого Чего-то Такого Против Таких же Простых людей В этом В этом-то И суть Мордора Орков Короче Типа Если бы Он в 90-х Был Он бы Там Этот ларек Давно Бы уже На деньги Собирал Ну То есть Владел бы Этим ларьком Там Процент Б с него Брал Не только С этого Ларька Как Сказал Бывал Джапан Такие Люди Нам Нужны Потому Что Без Таких Людей Типа Вымрет Общество Пока Есть Такие Люди Там Типа Это Хорошо Ну Как Я Помню Он Видео Говорил Я Короче Встал Рядом Смотрел Там Чисто Сделал Вид Что Я Смотрю Что Там Продается И Как Бы Так Посматривал Я Б Ничего Не Смог Сделать Он На Меня Напал Например Абсолютно У меня Ну То Есть Он Действительно Здоровый От Природы Ну Короче Типа Как Я Понял Купил Пиво У Них И Этот Такой Закричал Ты Нас Уже На Тысячу На Тысячу Рублей Типа Обокрал Не Хочу Я С Тобой Разговаривать Ну Чисто Вот Альфач Вот Этот Мужик Он Короче Обокрал Их Еще И Разговаривал С ней Так Спокойно И Тот Короче Взял Я Вот Как Сделаю И Закрыл Закрыл Окошко И Тот Сказал Ну Ладно И Пошел Так Спокойно Во двор Если бы Он На Меня Напал Я Ничего Не Смог Сделать Ничего Абсолютно И Проживет Он Дольше Меня Намного Что Интересно Ну Точнее Это Банально Точнее Знание Банально Это Факт Банальный Короче Затем Я Подошел Так Тихо Постучал Мне Открыла Девушка Спросила Можно Тройку Там Стоило 95 Рублей Почему То А Где То Стоит 105 Странно Хотя Государство Должно Ценную Устанавливать Но Почему То В разных Местах По Разному Оно Стоит Какая Это Фигня Там Типа Государственная Цена Там Можно Прочитать Я Даже Не Знал Про Это Ну Короче Он Вот Такая Ситуация Но Он На Меня Не Напал И Не Обратил Внимания Как Он Типа Удовлетворился Тем Что Он На Тысячу Рублей Ларек Обокрал Пивом Или Что Там Наверное Я Не Знаю Как Он Это Сделал Чем Покупал Там Наверное Он Много Раз Покупал И Не Платил Как Это Пиво Он Покупал Что Л И Они Ничего Не Могут Сделать Прикинь То Есть И Полиции Похер Они Даже Не Вызывают Полицию То То Есть Понимаешь Что Здесь Такая Ситуация Что Он Мог Мне В Морду Дать Просто Так Ради Развлечения Я Б Тоже Не Вызвал Полицию Ничего Бы Не Было Возможно Он Там Скорее Все У него Есть Дети И Жена Таких Всегда Есть Всегда Есть Потомство У Всех Вот Этих Вот Бедланов Потомство Вот Которые На Меня Кидались Там На Меня Кид Ну Точнее Не Все У У Хороших Людей Тоже Есть Потом У Всех Кроме Меня Хотя У Меня С Этим Все В Порядке Просто Нет Девушки У У Нет Никого Потому Потому Что Я Во Первых Я Понял Почему Как бы Еще Ну Во Первых Я Простой Русский Человек А Во Вторых Я Я И Живу В Такое Время Когда Два Фактора Вот Этих Простой Русский Человек И Сейчас Не Время Если Я Был Другой Национальностью У Меня Были Были Дети Сейчас И Жена Я Это Точно Знаю Я Это Видел Я Это Вижу Любой Другой Национальностью Любой Абсолютно Любой Короче Ладно Неважно Сон Давай Я Расскажу Две Сюжетные Линии Первая Это Вот Это Начальник Только Он Еще Там Этот Начальник Дрочил Свой Окраенный Отросток И Сал Там Перед Ними Или Что-то Вообще Жесть Я Еще Подумал А почему Никто Не может Заснять Его Как Он Сытый Дрочит И У меня Во сне Представлялось Как Короче Очки Такие Знаешь Бинокль Ну Эти Как я Купил Типа Эти Или Кто-то Там Из Жителей Купил Они Кстати Жаловались Там Что Математы Слышат Знаешь Что им Говорили А какие Маты А нету Никто Не матерится У нас Короче Бинокль Такой Который С камерой Увеличиваешь Снимаешь Как он Ну Это во сне Как он Дрочит И Выкладываешь Это В интернет Точнее Если Это Выложить В интернет Это Забанит Так что Как Если Это Отдать В СМИ Им Похер Они Скажут Нужно Просто Смириться Они Скажут Ты Че Извращенец Наблюдаешь Как Начальник При При всех Этих Вояках Дрочит Сыт Прям Перед Собой На Снег Точнее На Асфальт А ну Ка И штрафы Тебе Выписали Если Б ты И Братя Б Написали Статью А Про него Б Написали Хвалебную Статью Здесь Так Происходит Особенно Если Б Тебя Полисмены Отпиздили То Ни Одно СМИ Бы Здесь Не Но Про Них Написали Как Хорошо Не Про То Что Они Тебя Отпиздили А Про То Что Они Отпиздили Кого Нем Другого Другого Мужика Короче Давай Я Буду Сейчас А Вторая Сюжетная Линия Это Что Я Стал Изгоем Где То И Организовал Своё Сопротивление Типа Я В Каком-то Лесу В Какой-то Местности Короче Типа Свою Небольшую Мы Типа Отшельники И Мы Там Женщики Там Девушки Были Ворота Сделали Короче Мы Редились От Мира Такие Экраны Были И Типа Мы Не Видели Что Там Происходит Как будто Апокалипсис Какой-то Случился И Там Пауки Паук Такой Залазит Непонятно Что Происходит И Мы Типа Выжившие Или Что И Москва И Короче Мне Снилось Что Я Он Строил Нас И Я Один Из Этих Был Солдатов Потому Что Я Там По Москве Ходил Там Машины Ездят Залазит Короче Я Типа Какие-то Заслуги В Литературе У У меня Есть Но Это Никому Не Нужно Я Пытаюсь Найти Я Должен Обнати Там Себя Найти С Тех Кто Это Оценит И Там Короче Я Прихожу В Кружок Литераторов Они Короче Такие Им Похер Ну Они Чванливые И Они Короче Типа Мы Такая Сцена Я Буду Рассказывать Сцену Вот Мы Стоим По Таким Помещениям Здание Похоже На мою школу И Охранник Проходит И Мы Должны Чисто Не Дыша Так Ровно Стоять И Он Провоцирует А ты Должен Недвижимо Стоять Как Статуя И Он С Ножом Там Че Ходит Еще Че Всячески Провоцирует И Все Стоят Ровно И Он Очень Такой Контролирующий Прям Прям Все Что Есть Вы Зможете Знать Контролирую Контроли Это Вот Он В нем Сосредоточены И Затем Проходят С нижнего Этажа Эти Литераторы И Они Типа Как Б Не Подвластны Они Мешают Нам Типа Солдатам Прикалываются Над Нами И Так Далее Подставляют Нас Там Они Тоже Встают Типа Там И Смотрят За Нами То Есть Это Какие-то Долбоебы Которые Не Не Аферевали От Того Что Там Происходит А Как Б Привилегированные Просто Положения Получили Какой-то И Все Они Молодые Какие-то Все Были Думаю Это Соответствует Реальности Потом Сцена Где Короче Вторая Сюжетная Еще одна Сюжетная Линия Это Или вторая Или какая-то Это Секта Короче Которую Реализовала Какая-то Женщина Горнолыжка Местность Только Там Все Как бы Это Город Такой Типа Какой-то Крупный И Она Бежит Впереди За Ней Бегут Люди Толпой И Они Все Себе Делают Трудности Кто Кто Себе Там Какие-то Деревья Какие-то Ну Эти Короче Прикрепил К руке Чтобы было Тяжелее Бежать И больнее Кто-то Там Еще Что-то Короче Они Причиняют Себе Боль Всяческий Дискомфорт Короче Вкратце В суть Они Всяческий Вообще Дискомфорт Себе Причиняют И Она Раз Или Поскольку Это Короче Редко Порошок Такой Распуляет Типа Там Это Называлось Экстази Почему-то Пробегая Мимо новых Людей Которые Сидят На Лавочках Или Просто Там Качаются Распуляют Или Адепты Над Адептами И Они Типа Кайфуют Раз Получают Кайф И Облегчение Страданием Раз Там В Два Месяца Или В Три Или Ну Да Как И Она Так Новых Адептов Себе Там Новые Появляются И Короче Они Потом Там В том Числе Муки Теснотой Там И Они Короче В Тесноте Такой Каком-то Знаешь Вот Как Куб Такой Куб И Там Просто Все Забито Людьми Бесконечно И Они Не Выходят Они Друг Друг Дышат Спину Точнее Прям Соприкасаются Друг С Другом И Там Были Секи Сцены Где Как Они Себя Мучают Типа Блин Что-то Сейчас Из головы Уже Вылетает Ну Короче Там Всячески Себе Кожу Прокалывает Там Доходило Даже До Языком В конце Он Облизывал Каких-то Ну Каких-то Насекомых Или Кактус Короче Какой-то Или Еще Что-то Короче Что-то Что Очень Сильную Боль Протыкало Полностью Из Там Короче Все Время Боль Была И Дискомфорт Пиздец Короче Простите За Мат У Всех И Они Бежали За Этой Женщиной Ну Когда Я Проснулся Это Снилось Мне Сейчас Ночью Когда Я Проснулся Я Не знаю В моей комнате Было Жарковато И Немного Наверное Душно Наверное Из-за Этого Хотя Дверь Открыта Была Ну Такой Тяжелый А И Там Еще Все Нюансы Были Там Прям Знаешь Такой Мощный Сюжет Выстраивался Какой-то Загадочный Как в фильме Lost Ну Короче И вообще Жесть Какие Ты знаешь Загадочные Новые Ставки Сюжета Потом Где женщины Меня Предали Которые Стояли Там В этом Ну Что Мы Остались Там Типа Одни И Они Стояли Там Смотрели На Случай Если Кто Нападет Они Короче Предали И Почему-то По Непонятной Причине Вообще Короче Я не могу Все Я просто Основное О чем Мог Рассказал Что Что еще Рассказать Ну Мать Мама На меня Начинает Давить Чтоб Я Устроился На работу Сегодня Мне Должны Сегодня Я Должен Забрать Трудовую Книжку Но Я Не Хочу В это Место Даже Приходить В эту Аллею Ни Под Каким Предлогом Больше Вообще Не Хочу Туда Никогда Приходить Хочу Просто Забыть Аллею В общем Она Постоянно Теперь Будет Давить На меня По поводу Работы Сегодня Мне Должны Выплатить Ну Копейки Выплатят На карту Посмотрим Что-то Пришло Нет Скорее Что Может Даже Не Выплатить Просто Типа Рассчитать Должны Давай Посмотрим Нет Ничего Не Рассчитали Скорее Всего Они Просто Кинут Меня Потому Что Им Не Кинуть Меня Я Понимаю Что У меня Волосы Сейчас В ужасном Состоянии Я Просто Как проснулся Так Выгляжу Еще раз Сейчас Выпил кофе Одну Кружку От этого Воду Состоянию Состояние 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 Подгладно На этом Состояние Сказал Сон Продолжение следует...